Виктория, после того, что я увидела, мой мир не будет прежним. Как так? Откуда это у вас? Почему вы начали этим заниматься? У меня один астер, я в цирке с детства. Начал все мой отец. Он занимается уже больше 30 лет этим жанром. Затем уже 20 лет занимается мой брат. Тоже начал, по его стопам пошел. Но потом уже я подключилась, мне стало интересно. Я вообще занималась как бы с детства. То есть развивала мышцы определенные для работы. Уже с бревном, наверное, лет 16 я репетировала. Наподобие, как бревном воспрадали. А потом в один прекрасный момент случилось, что мне нужно было срочно заменять брата. Он сказал, у тебя есть два месяца, чтобы сделать номер. Ну, конечно, я корявенько, криво, бедно, но как-то сделала кое-что и начала работать. Ну вот сегодня на что я обратила внимание. Вы так легко, элегантно крутите бревно. И потом, чтобы унести реквизит, выходят два крепких мужчины. Как вам, сильной женщине, живется в обычной жизни? Нормально я в личной жизни никак не проявляю свою силу. У меня есть муж, которому я говорю, мне тяжело нести сумки, но сам неси. И он все делает у меня в плане тяжести. В работе работа есть работа. Тут, конечно, приходится. Как публика реагирует на ваши номера? Знаете, я когда начинала работать, боялась, что дети будут бояться. Может, у меня что-то такое, ну, блин, девушку такого никогда не видели. А оказывается, что детям нравятся еще больше, чем взрослым. У них как суббергеройка, там, вандервумен, вот им нравится. Неприятно. То есть это же детям нравится больше, чем у меня взрослым. Полгода карантина и необщения с публикой. Как пережили? Как сохранили форму? Конечно, очень-очень скучала на карантине, потому что зрители дают такие эмоции, которые невозможно нигде вообще найти. И когда ты живешь с детства в цирке, ты не можешь уже поступить без него. Это твоя жизнь уже, твой образ жизни, это не работа. И, конечно, было очень сложно, очень скучала. Но старалась поддерживать форму, ходила, конечно, в спортзал. И причем мы жили все это время в одесском цирке, прямо в цирке. То есть у нас каждый день были тренировки, то есть спокойно в любое время мы ходили и занимались, когда хотели. Вообще было замечательно все. Но зрителя не хватало. Пустой манеж, репетируешь на пустоту. Первое, что это было, я просто кайфанула от того, что наконец-то люди, наконец-то аплодисменты, эмоции. Это было шикарно, просто непередаваемое ощущение. Номер с автомобилем, который вы зубами вывозите на манеж. Как он возник? Как вообще вы поняли силу своих зубов, что ими вот таким вот образом можно пользоваться? Ну, это еще мой отец, еще, наверное, лет 20 назад они, до этого они работали номер из Кузни, а у них были молоты, там огромные тыквы, тоже в Киевском цирке они везде работали. А потом решили как-то современить номер и ввели машину. Раньше это было Жигули, они работали с Жигулями, они первые, кто начали жалировать колесами вообще в мире. Они там патентовали, и вот пошла машина, колеса и так дальше поехала. Они работали и зубами, и тянули, и горлом толкали, переезд сделали, и поднимали руками, я поднимаю ногами еще машину. То есть много всяких трюков с машиной связанных. Но я просто взяла эти трюки от моей династии, так сказать, брат меня научил, как технику, как зубы укрепляют, и все-все-все. Как укреплять зубы? Делитесь рецептом. Секрет. Не, на самом деле, это все не зубы, это все небо. Я держу машину небом, когда я тяну зубами, но кажется, что зубами, но на самом деле я с силой неба все челюсти, получается, прижимаю. И в это время, это тренировка, сейчас было очень больно. Я даже есть, не могла несколько дней, когда только начинала, очень сложно. Ну, два месяца уже потихоньку, боль меньше, 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 меньше. И там первые шаги какие-то я уже делала. Ну, сложно, это сложно. Это не за один день делать. Тем более, девочки, это сложнее, чем парни. Не выстраиваются ли в очередь к вам стоматологические клиники, чтобы вы были амбассадором их клиник? Ну, нет. Зубные пасты? Нет, не было. Сейчас не на правах рекламы. Какой зубной пастой вы пользуетесь? Разной. Я даже не заморачиваюсь. То есть она не какая-то особенная, не какая-то волшебная? Нет, я не заморачиваюсь. Ну, конечно, я хожу к стоматологу регулярно, проверяю, чтобы не было ей проблем. Потому что если это какая-то маленькая дырочка, не дай бог, хоть немножко, но это уже адски больно тянуть машину. Так, чтобы какая-то определенная зубная паста, такого нет. Вес машины, которую вы вытягиваете? Максимальный вес, который я вытягивала, был 3,5 тонны. Это Хаммер. Насколько я знаю, это мужчина лучше, понятно. Ну, Хаммер я тянула. И Тойоту Лан Крузер тянула зубами. И переезжала она меня еще. По-моему, через все тело переезжала раньше. Ужать трюк, конечно, не делаю, но раньше было такое. Какие-то еще новые грани хотите в себя открывать? Я люблю жонгляш. Это уже не связано никак с силовым. У меня муж жонглер, и я очень люблю жонглировать. Мне очень нравятся парные. Соло мне сложно, это очень тяжело. Жонглеры – это просто трудоголики. Но парные мне очень нравятся, и, может быть, возможно, как-то в будущем я пережила. Жонглер – силовик, когда можно жонглировать мужем. Да, вместо бревна вокруг себя, да, почему бы нет. Какая цель максимума у вас, вот в профессии? Максимум? Я вожду стыла, и думаю. Я хотелось от переезд всегда, у меня было бы, это было просто, я думаю. Ни одна девушка еще в мире этого не делала, чтобы я по голому телу переезжала в машину. Я это сделала, это был успех для меня. То, что я действительно хотела добиться, я этого добилась. Больше этого не делала, потому что это нереально сложно для девушки, очень опасно. По-женски я отказалась от этого трюка, но это было то, что я хотела достичь, и я достигла. Я восхищена вами. Боже мой, ну просто такая очаровательная, нежная и такая сильная. Это моя жизнь, я за все его люблю. Я люблю, когда в зале зрителей, когда они улыбаются, когда они аплодируют, эти эмоции просто обожаю. Я люблю саму атмосферу репетиций, когда это все подготовки, все кипит, все люди, артисты сидят, стараются что-то выдумывают, когда придумываешь новые трюки. Еще у меня муж-клоун, и придумывают новые репризы, для меня это вообще кайф. Сидишь, думаешь, смеешься, что-то новое выдумываешь. То есть это постоянно жить в творчестве, ты постоянно, у тебя постоянно мозг работает на творческой волне, это очень круто.